Казань В области образования мы активно ведем подготовку фармацевтов, провизоров, медицинских химиков и входим в сетевые образовательные проекты со многими университетами, как внутри нашей страны, так и в мире. У нас выстроена инфраструктура полного цикла, включая диабанк, чистые помещения для работы с клетками человека и животных. Мы активно разрабатываем генные и генно-клеточные лекарственные препараты. Координатором работы является научно-образовательный центр фармацевтики, который был создан благодаря программе «Фарма-2020». Особый интерес представляют работы Казанского университета в области разработки лекарственных препаратов на основе генных и клеточных технологий. В КФУ есть пакет разработок в области биофармацевтики, который позволит конкурировать за этот новый рынок фарминдустрии. Ректором КФУ Ильшатам Гафуровым было предложено объединить все научно-образовательные центры, созданные по программе «Фарма-2020». В единую сетевую структуру с включением туда заинтересованных фармкомпаний. Это способствовало расширению компетенции каждого центра. Это, несомненно, будет еще одним шагом вперед и в решении задач, стоящих перед нашей страной, а также будет способствовать реализации поручений президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, обозначенных в его послании Федеральному собранию в 2018 году. Завершится конференция 29 августа. За три дня мероприятия посетят делегаты и спикеры со всего мира. В Испании, Хорватии, Венгрии, Великобритании, Японии, Казахстане, Киргизии, Армении и многих других стран. Эксперты мирового уровня в рамках мастер-классов, панельных дискуссий и пленарных сессий поделятся своим опытом с коллегами в области заявленных тем. Диана Шилова, Леонард Вольтьяров, Универ-Ньюс.